Сейчас пришло время и постарше немножко, чтобы подсочетаться, кто с женой, кто без жены, кто без мужа. Передадите, передадим, все дословно, как положено. Будет съемка, если что, кассетки Виталия Кразмоши, каждому, каждому, кто один, чтобы могли послушать. Дорогие друзья, давайте сосредоточимся на том, что Господь желает действительно сказать каждому из нас. Через дослово, через брата Владимира, через сестру Ларису, из, что-то услышали, я так думаю, из их него, вот это что-то услышали, из Слова Божия. И в любом случае, так бы хотелось, чтобы мы сейчас не относились как бы критично или не относились к тому, что будет говориться, вот это моей жене, вот это моему мужу, а вот послушать для себя. Даже когда про женщин будет говориться, про жену, все равно для себя, для мужей тоже. Давайте искать того, чтобы наши взаимоотношения улучшались, облегчались, чтобы Божье благословение приходило в церковь, тем более в преддверии поста, который мы будем делать. И первая тема – это семья, будем молиться семье, пробуждение семьи, чтобы были крепкими семьи. Поэтому давайте мы сейчас станем совершим молитву, благословим Владимира и Ларису. Ну и за себя помолитесь на всякий случай. Господь, мы благодарны Тебе за Твое благословение и помазание Твое. Мы благодарны Тебе за эту возможность быть на этом месте, за то, что есть жажда к тому, чтобы слушать, слышать, внимать и вникать. Господи, дай в это время, тяжелое время, когда нарушаются все институты брака, когда все попирается чистое. Боже, дай войти в это Твое присутствие, осознать наши роли в наших семьях, осознать, что Твоя роль – самое главное. Осознать то, что мы только с Тобою сможем пройти достойно, пред лицом Твоим во имя Иисуса Господь. Мы умоляем Тебя также о благословении наших спикеров. Благослови сестру Ларису, брата Владимира. Наполни их благодатью Твоей, силой Твоею. Господь, да откроются источники Твои божественные в том, что они будут говорить. Господь, чтобы дозвучало и то, что они знают, и то, что Ты будешь давать, Господь, во время этой беседы. Да будет Твое божественное помазание. Благослови каждого лично, кто пришел на это место. Жен, мужей, деток, которые в детском садике. Благослови, сплати нас воедино, и да будет имя Твое благословенно. Благослови нас это время, недолгое, то, чтобы оно было с большой пользой и благословение каждому из нас и для Церкви. Во имя Иисуса Христа молимся, наш вечный Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. И начинай от... Ага, страдали сюда. Хорошо, благословение. Слава Богу. Муж будет расставлять все точки над «и». То, что я недорасскажу, не скажу, он откорректирует, поправит и все скажет. Слава Богу. Я очень благодарна Богу, что мы сегодня имеем эту встречу. И осуществилась моя мечта, потому что обычно проводились семинары. Значит, кто-то говорит, мужчина говорит к мужчинам, женщина говорит к женщинам. У меня была всегда мечта поговорить с братьями, рассказать им, как мы хотим чувствовать себя, что нам нужно для того, чтобы мы в браке, в супружестве были благословенны. И поэтому мое слово сегодня к мужьям. И что-то я коснусь того, что касается и нас обоих. И, наверное, женщины со мною согласятся, что для нас очень важно, когда мужья выражают свою любовь. И выражают ее не только наедине, но и публично, при всех. Кому нравятся жены, когда мужья выражают им свое внимание, правда? Я помню, у нас в церкви Благодать супружеская пара была, мы недавно с ними встречались, прошлой осенью. И я им напомнила, я говорю, слушайте, всегда вами любовалась. Это Ядя и Виктор Лоботские. И так получается, иногда женщины полнеют после родов. И Ядя, она так несколько полновата. В виде весь такой поджаристый мужчина, видно из себя. Но вы знаете, что на какое бы собрание или рождественскую встречу в церкви, вот иногда, когда супружеских пар служителей приглашают, садимся все за столы, значит, сидит Ядя, как королева, и Витя при всех обнимает ее, кладет руку на спинку стола. И видно, что действительно он выражает вот так вот свою любовь. И каждый из нас тоже хочется, чтобы о нас, значит, проявляли заботу, чтобы мы уверены в том, что муж нас защитит. Не только от внешних каких-то катаклизм или волнений, которые бывают, но что муж защитит нас и от своих родителей, и от наших родителей. И когда дети вырастают, подростками становятся, и там 20-25 лет, очень важно, чтобы муж нас защитил и от наших взрослых детей. Кому-то такая защита нужна. Кто-то из женщин уже испытывает, что нужно, чтобы мужья так защищали. И я думаю, каждой из нас очень приятна помощь в доме. Правда? Ну, хотя мы все стараемся дома что-то убрать, какой-то уют сделать. И когда заходишь в квартиру или дом, то видишь, что вот в каждом доме что-то присуще именно этому дому. Потому что хозяйка дома, она внесла что-то свое. То есть каждое, не спутаешь, у каждого свой интерьер, какие-то любимые вещи, стиль в оформлении дома. Но нам так хочется, чтобы нам дома иногда был какой-то отдых сделан, чтобы мы могли отдохнуть. Вот мой муж прекрасно делает омлет и драники. И если наши внуки приходят, то они спрашивают, нюхают драники в доме и спрашивают, кто испек, дедушка или бабушка. Если дедушка, сразу съедят и кастрюльку, остатки с собой заберут. Но если бабушка, бабушка практически толстый там напечет, то значит уже их не так они хотят есть. Вот поэтому помощь в доме нам тоже очень нужна. И я думаю, что каждая женщина скажет своему мужу и сама согласится со мной, что для нас очень важно прикосновение. Вот то, что я уже говорила, то, что происходит, когда муж выражает вот такие вот свои объятия дома. И когда мы знаем, что он нас обнимает, просто любит без дальнейших последствий. Вот просто обнял, пошептал что-то на ушко, поцеловал. Ну и вот на этом, может быть, и хотелось, чтобы иногда и остановилось все. Правильно или нет? Вот так вот. Потому что иногда бывают последствия, которые женщины не всегда, в общем-то, ждут. И что поможет нам сделать наш брак успешным? Это то, что хорошо, когда в браке и мужу, и жене, да? И вот говоря о внимании, я думаю, что иногда мы, как жены, чувствуем себя обманутыми. В моей жизни, во всяком случае, так было. Когда мой муж ухаживал за мною, это было февраль, март месяц. Вы знаете, что где он доставал такие розы, я не знаю, но у них были почти метровые стебли. И он их приносил сохраненными вот в такое время года. Тогда были очень модные тулупы, такие мощные тулупы. Я смотрю, Володя распахнет тулуп отсюда, значит, коробка конфет, из карманов апельсины. Потом, когда я уже дала согласие, мы поженились, вы знаете, все кончилось. Нету, нету этого рога изобилия, тулуп висит на вешалке. Вот. И я сразу забеременела. И кто помнит свою первую беременность, и когда уже подходит срок, то ты уже думаешь, родишь, не родишь. Этот ребенок вот тут уже подпирает, дыхания не хватает. А как эти роды будут? И вот в такой вот ситуации. Так совпало, что у меня уже был хороший срок. И тут праздник, 8 марта. Ну, все же отмечают, мы неверующие тогда были, и верующими отмечаем. Но 8 марта все мужчины в этот день что делают? Покупают цветы, да, какие-то подарки и приносят. Мой муж где-то подрабатывал в этот день, хотя он и выходной был. Копейку хотел для дома, значит, принести. Вот. И цветов с утра я не получила. В обед его тоже дома не было. Наступил вечер. Звонок в дверь. Значит, открываю, стоит мой муж. Первое, что я вижу, это его радостную улыбку на лице и протянутую руку с цветами. Значит, мои глаза с его улыбки переносятся на цветы, и я замерла. Как вы думаете, что он мне принес в подарок на 8 марта? Какие цветы? Тюльпаны. Ну да, их выращивают. Но это были не тюльпаны. Подснежники. Нет. Еще варианты? Розы. Ромашки еще не расцвели. Знаете, что у него было в руках? У него в руках был букет бессмертников. А сверху вот такая вот веточка завязшей бимозы. Кто не знает, что такое цветы бессмертники, объясняю. Это высушенные цветы разного цвета. Вот такой вот букетик, который на кладбище обычно носят. Вот. Это все, что он нашел в конце рабочего дня у бабушек в переходе в метро. Когда я увидела этот букет, я могла только сказать, послушай, я же еще живая. У меня тут свои переживания, рожу, не рожу, умру в родах или как. Значит, а тут вот такой вот букет. Вы знаете, что я сделала? Я сломала этот букет. Я на него накричала. Выкинула это в мусорное ведро. Что я достойна лучшего. Что где те метровые розы? И все остальное, что куда, значит, делась. Но вот так вот. И вот такими вот скандалами, такими вот встречами, значит, в наших взаимоотношениях возникают вот трещины, которые потом очень долго приходится уже ремонтировать и приводить в порядок. А происходят они потому, что мы не умеем разговаривать и знать, что друг от друга мы ожидаем. На сегодняшний день мой муж знает, что я люблю цветы, любые, желтого цвета. И когда приезжаю из командировки, у меня чайные розы или желтые тюльпаны, или желтые гвоздики. А был в нашей жизни период, он уезжал на 10 месяцев в библейскую школу в Англию. Он пошел на рынок и выбрал мне шикарный веник. Говорит, на 10 месяцев тебе хватит, ты сама такое не выберешь. Уже забота какая-то была. Ну, а все это нужно было действительно, чтобы научиться разговаривать друг с другом. И я думаю, что вот в нашей жизни не было каких-то бы проблем, если бы мы не только слушали и читали Слово Божье, но если бы мы его и практиковали в своей жизни. Правда? Ведь все же написано, и мы знаем, какими мы должны быть. И в наших семьях именно мужчин Бог наделил силой и ответственностью принимать решения во всех сферах жизни в семье. И раз Бог так сказал, Он уверен, Он уверен, что наши мужья, они способны принимать вот эти решения. И поэтому мы ждем, наши дорогие мужья от вас, что вот эти вот решения вы будете принимать. И в Божьем Слове еще очень написана интересная вещь, что именно вместе, в единстве мы представляем огромную силу, огромный потенциал. То есть нам нужно объединяться для решения каких-то ключевых моментов, ситуаций в нашей жизни. Не Адаму, а именно когда уже появилась Ева, именно двоим. Бог сказал, благословил и сказал им Бог, «Плодитесь, размножайтесь, напланяйте землю и обладайте ею, и владычествуйте». И вот это слово Он сказал вдвоем им, владычествуйте. Это слово очень сильное. И перевод этого слова говорит «покорять», «наступать на что-то». Притом наступать в такой силе, чтобы вдвоем, владычествуя, можно стереть в порошок все обстоятельства в жизни, которые есть. Есть ли вдвоем, есть ли в духовном единстве. Настолько мы сильны. И только в браке максимально могут проявиться вот это единство и все наши дарования, когда мы поддерживаем, когда помогаем друг другу, когда мы вдвоем. И вот во второзаконии тоже это место интересное, что один может преследовать тысячу, а двое прогнать тьму. Это 10 тысяч. Но что иногда происходит в нашей жизни? Мы обстоятельства стираем в порошок или друг друга? Друг друга. Потому что мы друг друга знаем как никто. Мы знаем все слабые и сильные стороны друг друга. И когда у нас хорошо, мы эти сильные стороны превозносим, мы помогаем друг другу. Если что-то не нравится, то самая слабая женщина может отправить своего мужа в нокдаун, не прилагая к нему даже пальца. Она только пошевелит своим языком. Правда? Зная все его слабые стороны. Но так быть не должно. И вот когда такое вот происходит, когда мы, ну как бы, уничижаем друг друга, уничтожаем друг друга, вот своими словами, своими поступками, это не приводит к нашему единству. Правда? Не приводит. Остается какой-то осадок. И это в памяти мужчин остается, и в памяти женщин, мужей и жен. И когда такие ситуации происходят, мы изолируем друг друга от себя, каждого. Понимаете? Мы живем в изоляции, в эмоциональной, душевной, физической. Я помню, умудрялась, когда ссорилась, мы в 37 лет пришли к Богу, поэтому у меня примеры будут из жизни до 37 и уже после 37. И вот мы, когда еще не знали Бога, и когда ссорились, вы знаете, что и могли так поссориться, не ругаясь, ничего, так вот колкими словами, еще что-то, да? Но вот это все перерастало, вот эту в изоляцию, одиночество, и мы могли спать на кровати и не прикасаться к друг другу ночью в течение недели, двух недель. Вообще вот так вот я вжималась в стенку, Володя умащивался на краешке постели, ну, чтобы между нами ничего вот так вот не было. И днем молча подать еду, убрать. Вот, всем своим видом, значит, показывая вот такое вот неприятие. Вот так вот быть не должно. Почему? Потому что мы должны помнить, что мы приходим, мы женимся, и мы начинаем эту жизнь вдвоем. И скажите, пожалуйста, как мы ее закончить должны? Тоже вдвоем. Потому что, вы знаете, можно видеть недостатки мужа, возмущаться им до тех пор, пока он рядом. Но случается такая ситуация, что женщина остается одна. И вот на одной конференции, я помню, в Польше была эта конференция, и собрались женщины, лидеры на второй женского служения, районные на второй день уже, другие сестры больше подъехать должны были с церквей. Вот. И какая-то молодая женщина, она говорила, как сложно строить отношения в семье, как приучить наших мужей к порядку. Там носки валяются, вот тут он идет, галстук повесил на одну спинку стула, там еще что-то, рубашка в другом месте. И эти носки, ну почему они валяются по всей квартире? И кто-то ее тоже там поддержал, как трудно женщинам, вот в таких обстоятельствах жить. И поднимается женщина где-то моего возраста и говорит, знаете что, мои дорогие женщины, а я вот когда нахожу носки своего мужа, я их прижимаю к груди, и вот этот вот аромат, говорит, я вдыхаю, как запах каких-то духов. И в зале такой смех, мол, вот к старости, договорилась уже до чего. А она говорит, вы знаете что, мой муж ушел в вечность, и я бы собирала эти носки, говорит, по всей его квартире, но нету мужа. И говорит, когда найду какую-то его вещь, прижму к груди, и это, говорит, воспоминание о нем. И так жалко, что есть вещи, которые уже не вернешь, не изменишь, слов которых не скажешь. И поэтому она говорит, собирайте носки, пока есть за кем собирать. Вот, поэтому вот такие вещи происходят в нашей жизни. И, как я уже говорила, что я сегодня буду больше говорить к мужчинам, но еще несколько слов все-таки для женщин. От нас зависит, чтобы мы действительно помогли состояться мужьям в нашей жизни. Это очень важно. И иногда женщины говорят, да, мне бы очень хотелось, чтобы муж руководил, и Библия об этом говорит, но он не руководит почему-то. Надо посмотреть, потому что корни могут идти из семьи. Может быть, там мама была такая вот деспотичная, как может какая-то жена, и все вот так вот его давит в жизни. Он не может раскрыть свои таланты, дарования. И я, вы знаете, что многим женщинам советую прочитать книгу. Она есть и на английском языке, и на русском. Это «Очарование женственности» автор Хелина Делен. У нас есть многие церкви, где практически у каждой женщины есть в церкви вот эта книга, потому что она действительно помогает женщине понять, что она сильна своей женственностью, сильна своей, может быть, какой-то немощностью. Вот надо научиться быть немощным сосудом, но тогда и рядом муж, он проявит вот свою силу. Вот поэтому действительно мудрая жена, она устрояет свой дом, и Библия правильно нам об этом говорит. И нам, как женам, очень бы хотелось, чтобы мужья нас любили. Я уже об этом говорила в начале. И Слово Божье не просто говорит, что любить надо свою жену, а это даже в приказном порядке, что муж любит свою жену. Это в Ефесянам мы сейчас будем рассматривать. Ефесянам 5.25. Ефесянам 5.25. «Мужья любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее». И любить, это значит любить со всеми недостатками, со всеми, может быть, нашими промахами, которые бывают в нашей жизни, быть снисходительными к нашей некомпетенции в каких-то вещах. Потому что мой муж иногда говорит, ну вот как тебя женщины понимают на конференциях? Ты так непоследовательно, так нелогично говоришь. Вот если бы я говорила эту тему, я бы ее сказал вот так, так и так. Я говорю, ну потому что ты мужчина. А женщины меня понимают, потому что у нас одинаковое мышление идет. И я помню, когда мне нужно было давать отчеты по женскому служению, у нас республиканские советы, там одни братья, и только директор воскресной школы и женского служения, две сестры, а отчеты надо было давать, ну где-то около ста человек братьев присутствующих. То муж мой конспект, мой краил и крошил и делал так, как надо, чтобы мужчины поняли. Вот, поэтому нам действительно нужно, чтобы нас любили, и эта любовь проявлялась, и мы ее чувствовали. И вот, как я вам говорила, муж сначала дарил цветы, потом перестал, сейчас опять дарит, даже слова хорошие находит для меня, приходит домой, говорит, радость моя. Приятно слышать, правда? И я хочу сказать, мужчина, найдите для своих жен каждой те слова, которые ей приятны, и которые будут просто, ну, как пароль между вами. Даже если вы что-то скажете в присутствии чужих людей, она будет знать, что эти слова предназначены только для нее. Для нас, женщину, очень важно, чтобы наш дом, он действительно был местом нашей крепости, как у англичан, да? Мой дом, моя крепость. У нас не всегда так было. У нас в церкви Благодать не было еще офисов, когда был ангар, только это не это новое здание. Муж был один из помощников пресвитера, значит, участок, домашняя группа, 64 человека было. И часто домой приходили люди на беседы, потому что офисов в церкви не было. Вот, и вы знаете, что если муж разговаривает с кем-то в зале, я сижу на кухне, мне уже у нас в смежные комнаты, в спальню пойти что-то взять невозможно. Или наоборот, он с кем-то на кухне, я сижу в комнате, уже не выйду. Вот, и вы знаете, что так было до определенного момента, когда однажды Владимир, он тогда был директором библейской школы, он пригласил Куркаева Николая Яковлевича. Преподаватели часто жили у нас дома, потому что у нас место было. Вот, и вот Николай Яковлевич с одним из студентов шел, разговаривал, шел в троллейбусе и разговаривал, к дому его проводил. Ну и не договорили они, и пришли они вместе к нам. Пришли они вместе к нам, там на кухне чай попили, в зал перешли, и мы в своей собственной квартире сидим, не знаем, куда нам деться. Вот тогда мой муж уже что-то понял, и вопросы вот такие вот как-то стал решать уже, значит, в церкви. И я хочу сказать, вот эта вот любовь нам, женам, она нужна постоянно, во все время, потому что, посмотрите, мы не всегда хорошо так выглядим, как в тот день, когда было бракосочетание, правда? Дети рождаются, самочувствие ухудшается, годы идут, 10, 15, 20 лет, и мы уже не такие, как те, что стояли в подвенечном платье, или когда за нами ухаживали, а хочется, чтобы нас любили такими, как мы есть, правда? Чтобы принимали, это очень важно, потому что вы, мужчина, тоже стареете, но себя-то вы не видите, а нас видите, ну и где-то будьте снисходительны, вот, и потому что со временем возникают какие-то физические недостатки, какие-то проблемы, и никогда не нужно думать о разводе, какие бы ни происходили недопонимания, или еще что-то, слово «развод» вообще не должно даже произноситься в доме. И вот многие говорят, что, ну вот он верующий, он будет любить, а иногда мы сейчас видим, этого не происходит, да? И клятвы, обещания, которые давались в день бракосочетания, они нарушаются, мы все чаще слышим о разводах. И недавно мне, ну и недавно, несколько лет назад, мне рассказали удивительную историю из жизни супружеской пары, которые не знали Бога. И этот мужчина, вот на тот момент, как мне о нем рассказали, он был полковником авиации. И эта история, она меня просто потрясла. Он в течение 20 лет, подумайте только, в течение 20 лет посещал свою жену в 3-4 раза в неделю, которая была в сумасшедшем доме. Понимаете? 3-4 раза в неделю он приходил, он ухаживал за нее, он кормил ее, вот, кто-то готовил эту еду, он ее приносил. И, как мне рассказали, это, она попала в психиатрическую клинику в молодости. Он был в то время еще только старшим лейтенантом. лейтенантом. И, учитывая вот эту его ситуацию, что вот он ходит постоянно вот в эту клинику, ухаживает за своей женой, его оставили служить на одном месте, потому что военных часто перебрасывают. И я не знаю, что у них произошло, и женщина, которая мне рассказывала, тоже не знала вот эти тонкости, что у них произошло. Или он чувствовал себя виноватым в том, что произошло с нею, или это последствия родов, вот, или еще что-то. Или настолько любил ее, что после того, когда вот с ней это случилось, он не мог ее оставить и ни с кем больше связать свою судьбу. Но этот неверующий человек не оставил свою жену, не развелся и не женился. Понимаете, какая вот такая вот преданность. я хочу сказать, что развод это очень такая вещь, которую действительно даже не надо упоминать вот в нашей жизни как верующих людей. Мы с вами о Володе знаем, к чему бы это могло привести, потому что в 36 лет у нас, когда нам было по 36 лет, у нас все шло к разводу. И не из-за того, что у меня там муж плохой, или это, ну вот из-за мелочей. Вот сейчас, когда оглядываешься назад, муж мебель не переставил, там еще что-то не сделал вовремя, как что-то хотелось. И вот эти вот мелочи, они наслаивались или еще что-то. Там поехал родителям помогать, а у нас были другие планы. И практически это привело к разводу, потому что мы подали заявление на развод, я подала заявление на развод, слава Богу, нас не вызвали. Это просто милость Божья, потому что причина, наверное, женщина, выслушала судья, подумала, что ну просто такие смешные. Вот. Но дело в том, что я помню, как были ранены наши дети, когда после очередной ссоры дети сидели в детской комнате. Я думаю, что им где-то было 6 и 9 лет. Вот Саша и Сережа, у нас два сына. И я, знаете, когда не любишь мужа, не любишь и детей, потому что еще дети похожи на мужа. И вот когда вот идет вот это вот, такой вот эмоциональный стресс, то хочется, чтобы не только тебе было больно, а всем вокруг тебя. Вот я вспоминаю тогда свои переживания. И помню, я зашла в детскую, дети, слыша наши громкие, значит, ссору сидели, просто прижавшись друг к другу, обнявшись. А я пришла, посмотрела на них и говорю, мы с отцом разводимся, выбирайте, кто из вас пойдет со мною, а кто пойдет с отцом. И сейчас нашим детям 39 и 36 лет, и Александр, наш старший сын, вспоминает, говорит, мы с Сережкой обнялись, плакали, нам так жалко было, мы не хотели расставаться, мы не хотели, чтобы нас разделили, и что мы куда-то уйдем из этой квартиры, и вся наша жизнь разрушится. И вот родители, когда ссорятся, они не думают, какой стресс, в общем-то, приходит для их детей. Так быть не должно совершенно. И вот у Малахии, у него очень такое, в новом современном переводе, такое отрезвляющее слово для христиан, потому что я говорю, что сейчас христиане очень много разводятся. Вторая глава с 14 стиха, книга «Пророк Малахии». Вы спросите, почему Господь не принимает наши дары? Потому что Господь видел, как ты грешил, и Он свидетель против тебя. Он видел, как ты обманывал свою жену. Ты женился на этой женщине в годы юности своей. Она была твоей возлюбленной подругой, а потом стала законной женой. И Господь был тому свидетель. Бог хочет, чтобы мужья и жены стали одним телом и одним духом, и чтобы они могли иметь святых детей. Так что защищай этот духовный союз. Не будь вероломным против своей жены. Она стала тебе женой, когда ты был еще молод. Господь Бог Израиля говорит, «Я ненавижу развод и жестокости, которые делают мужчины. Поэтому храните свой духовный союз и не обманывайте ваших жен». И у нас в журнале, я думаю, где-то через номер будет статья «Жестокое решение». И там истории, свидетельства уже взрослых детей, родители которых пережили развод и к чему это привело жизни детей. И поэтому Бог нам говорит, чтобы мы действительно, мужчинам говорит, чтобы любили своих жен. И Ефесянам 5 глава, в 28 стихе, Бог уточняет, как мужья должны любить своих жен. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела, любящие свою жену, любят самого себя. Очень тоже такое слово, которое каждый любит свою плоть, каждый старается что-то для себя сделать и себя принимает не с такими суровыми претензиями, которые иногда предъявляет к жене. И Слово Божье говорит о том, чтобы мы были одной плотью. И только в одном состоянии мы становимся действительно одной плотью, физически одной плотью. Это во время интимных отношений. И беседуя с супружескими парами разного возраста, мы столкнулись с тем, что не только молодые пары, но и среднего возраста, и 10-15 лет, которые женаты, не имеют интимных отношений. По месяцу, по два месяца, по полгода. Нас, помню, с Володей пригласили в одну церковь на Полесье. Пастор попросил приехать, потому что две супружеские пары после 50 лет отказались жены иметь отношения со своими мужьями. И вот попросили, чтобы мы приехали и провели семинар. И женщины мало как-то думают о том, что Бог всё придумал удивительнейшим образом. И интимные отношения Он тоже дал для того, чтобы мы были близки друг к другу, потому что именно в это время как бы разрушаются все барьеры и становятся муж с женою особенно близкими. Но мало кто думает о том и знает о том, что всё, что происходит во время интимных отношений, оно является ещё и полезным. Почему? Потому что сперма, она позволяет усваиваться кальцию в организме женщины. Со временем нужно пить, допустим, кальций с витамином Т. А у кого интимные отношения есть, то всё получается натурально и вовремя. И, значит, это необходимо. Но, вы знаете, многие мужчины не знают, что иногда интимные отношения, они болезненны для женщин. И ходят к врачам, к стоматологам, к терапевтам, узнают проблемы, когда что-то болит или как что-то неприятно. А когда неприятно становится интимные отношения, муж с женою, жена стесняется мужу сказать, боится, что, может быть, как-то она что-то ему скажет и его это, ну, расстроит или ещё что-то. И нужно просто проговаривать разные вот эти вот состояния, вещи. У нас хорошая тема есть, интимные отношения, значит, в свете Библии. Мы просто не успеем коснуться, провести такой семинар. Но я вам хочу сказать одну вот такую вот вещь, и чтобы мужчины это знали. Во время интимных отношений выделяется смазка у женщин. У кого-то она есть, у кого-то нет. У кого-то она со временем исчезает. И вот этот вот слой во влагалище, он становится со временем, с годами, он истончается просто-напросто. И поэтому вот опять-таки у нас в журнале мы печатали в двух номерах советы опытной акушерки. Журналы эти можно выписать или вордовские файлы у нас мы вывешаем в архиве, почитать. И мужья и жены вы для себя почерпнёте очень много полезных вещей, которые помогут улучшить вам интимные отношения. А вообще есть очень хорошие, две хорошие книги «Тайна супружеского ложа» и вторая книга «Тайна супружеского ложа» после сорока. И автор, вот просто в поисковике наберите эту книгу и посмотрите. Тим Лохей, по-моему. Тим Лохей, автор. Просто прочитайте, потому что вопросы, которые у вас возникают, вы пишите эти книги, они есть и на английском языке, и на русском. И они помогли очень многим супружеским парам, потому что автор он христианин, и он пастор церкви. «Тайна супружеского ложа» «Синяя обложка», «Тайна супружеского ложа» после сорока, «Жёлтая» «Тим Лохей». Пожалуйста, чтобы у вас вот так эти книги были, и, значит, вы их посмотрели. И вот интимные отношения действительно надо иметь, чтобы не было соблазнов в жизни мужей. Вот давай прочитаем первое послание Петра, 3 глава, 7 только стих. «Так же и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с жёнами, как с немощнейшими сосудами, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах». Поэтому, мужья, пожалуйста, разговаривайте со своими жёнами, спрашивайте, шепните вы им на ушко, нравится им отношение с вами, как они у вас проходят, что бы они хотели улучшить, что им не нравится. То есть будьте открыты, потому что впереди ещё долгие годы жизни. И здесь супружеские пары разного возраста, и я хочу сказать, многие знают о женском климаксе, но мало кто знает о мужском климаксе. А он тоже приходит. И если мудрая жена, чуткая жена, она поможет своему мужу тоже пройти через этот период, преодолеть и интимные отношения могут быть для вас радостью и в 50, и в 60. Вот в этой книге написано и в 70. Мы ещё до этого возраста не дошли, не проверили, не знаем. Вот. А, в общем-то, жизнь, она продвигается, годы идут, и мы должны сделать всё для того, чтобы жизнь, она была приятной и радостной для нас обоих. И давайте ещё прочитаем Колоссянам третья глава, что Господь говорит к мужьям со страниц Писания. Колоссянам третья глава, девятнадцатый стих. Опять-таки, мужья, любите своих жён, и не будьте к ним суровы. И вот в греческом слово сурово звучит как сколиоз. Сколиоз, мы все знаем, что такое сколиоз? Искривление, да? Ну так вот, иногда суровость мужей, она тоже бывает вот таким вот искривлением, то есть это неправильное ну, отношение, это покоробленное, извилистое такое, а в переносном смысле, вот я читала, значит, перевод, извращённый, применительно к тому, что нравственно искривлённый. И ещё очень интересный перевод у этого слова и вообще вот этого предложения «Любите своих жён, и не будьте к ним суровы». То есть не делайте ей горькую жизнь, не держать зла, не огорчать жену и не раздражать своим поведением. То есть, иначе это звучит так. Мужья, любите своих жён, и не делайте горькую ей жизнь. Вы знаете, что мы, как женщина, всегда смотрим и иногда сравним, а как наши мужья разговаривают с другими женщинами? Ну, или на работе встречаясь, или в служении, или в церкви. Кто-то так вот смотрит за своими мужьями, видит разницу между теми, как он с вами разговаривает дома, или с женщинами, с которыми просто встречается. Бывает такое. Вы знаете, что у меня тоже в такой жизни было. Однажды дома мой муж разговаривает с одной женщиной по телефону. Я понимаю, что это женщина из церкви. И так ласково, и так нежно разговаривает. Я так встала, даже рядом послушала. Потом он, когда закончил говорить, я говорю, слушай, прям журчишь, как ручей. Так ласково с ней разговариваешь. Даже ревность у меня где-то взыграла. Он говорит, Лариса, она наглоталась с таблеток. Попала в больницу, в клинику, у нее там стресс был. Я говорю, так что, мне нужно наглотаться таблеток, чтобы ты со мной так и начал разговаривать. Ну, это так, как с промптом, знаете, как пинг-понг, вот так вот. Но хочется, чтобы наши мужья тоже находили для нас тоже такие вот ласковые, значит, слова. И Слово Божье еще говорит нам о том, чтобы мы всегда были вместе и не расставались на долгий срок. Вы знаете, что в нашей жизни был такой момент, что у нас пастор Хомич всех отправил учиться. Кого в семинарию благодать, Грейс, на 6 месяцев, моего мужа на 10 в Англию отправили. И это все было без возможности увидеться. То есть, ни на Рождество, ни на какие праздники, что с Москвы, что с Англии, все равно. Ну и вот ему два раза предлагали, на третий он уже согласился и поехал. И когда муж приехал, спустя такие хорошие письма писал, звонки раз в месяц, тогда все дорого было. Это же не то, что сотовый, скайп, электронка. Это по договоренности можно было один раз в месяц поговорить по телефону в определенный значит, день и час. Вот. И когда муж приехал, объятия, поцелуи такие, не виделись 10 месяцев, проходит неделя, его все дома раздражает. Краны текущие, прокладки надо что-то делать, в доме что-то за 10 месяцев развалилось. Прокладки я имею ввиду, знаете, в этом, в унитазе, в бачке и все такое. То есть все нужно было делать, ремонтировать. И я увидела, что мой муж отвык от дома, от семьи. Вот у нас сейчас тоже такая бригада, уже 10 или 12 лет, церковь благодать, строит, ремонтирует, перестраивает из Кобрина братья. Я им говорю, братья, ваши дети выросли без вас, ваши жены живут без вас, у вас уже 10-12 лет жизни прошло, уже бригадир Саша со своим старшим сыном приезжает, работает. А женам каково дома? Каково? Ведь отрывается, кажется, работа, кажется, да, приносит зарплату в семью. Но нам нужно внимание, нам нужно, чтобы рядом был муж, чтобы он разделил заботу о детях, чтобы подставил свое плечо, чтобы приласкал, слово ласковое сказал, чтобы мы жили рядом вместе, потому что это наша жизнь проходит, и она проходит очень, очень быстро. Поэтому, если кто-то работает на такой работе, когда долго не бывает в семье, просто надо вдвоем молиться, в согласии и говорить, Господи, дай такую работу, чтобы я мог быть рядом с семьей. И я знаю, что вот моя хорошая знакомая, у нее муж на траках ездил и очень далеко то, живя, значит, в Рочестере, были поездки и на Флориду, еще куда-то в разные места. Вы знаете, что они молились, и Бог дал работу и все поездки вокруг Нью-Йорка, понимаете, не на дальние расстояния. То есть, когда двое соглашаются, видят в этом необходимость, то Бог отвечает. Давайте опять вернемся к Ефесянам, значит, к пятой главе, двадцать девятый стих. И очень вот второе, ибо никто никогда тоже, ну, продолжение двадцать восьмого стиха, что надо любить свою жену, тот, кто любит свою жену, тот любит самого себя, ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь. И вот слово «питает» это даже не только, что вот с ложечки кормит, да, но муж, он своим авторитетом, своим подходом к жене, он ее даже и учит чему-то, учит до зрелости и рассказывает ей что-то, то, что жена, допустим, не знает, и при том делает это снисходительным образом. Ну, что вот ты не понимаешь, что ли этого, так все ясно и понятно. Мы разные, и поэтому нам очень, ну, нужно то, чтобы к нам, как бы мужья, относились снисходительно, учитывая нашу некомпетентность в тех или других вот вопросах. И даже в греческом языке вот это греет и сравнение такое, значит, как бы высиживает яйца, как пингвины. У пингвина же они, самцы вынашивают яйца и носят их на лапах и греют. Или по-другому можно сказать, что муж, он просто лелеет свою жену с нежной любовью. А если воспитывает и чем-то учит, чего мы, жены, не знаем, то нужно, чтобы нам это преподносилось, ну, с нежной заботой, с любовью. Вот. И это, ну, мы будем это ценить, правда? Если нам что-то наши мужья объяснят, вот так вот, чтобы нам было хорошо. Я очень благодарна своему мужу, потому что, когда мы уверовали, на одной из молитв меня не было, а он молился, и Бог через сосуд дал откровение ему для моего служения и для его служения. И как бы это было такое пророческое слово с перспективой на многие годы. И когда Бог так позволил служить мне Богу и заниматься и женским служением, потом журналом, в жизни были и благословения, но были такие сильнейшие стрессы, когда просто хотелось все оставить, и слезы были, и огорчения были. Вот. И в такие моменты как-то муж меня подбадривал, а когда у меня был один очень такой серьезный момент, и я думала, что я уже не буду заниматься ни служением, вообще ничем, он мне сказал, что ты знаешь, как-то подбодрил меня и рассказал вот об этой молитве и об этом пророческом слове, и говорит, ты знаешь, что в твоей жизни еще ничего не было из того, что Бог для тебя приготовил. Поэтому давай будем молиться, двигаться вперед, и ты увидишь, что Бог для тебя приготовил. Говорил всегда, что не надо унывать и падать духом, искать Бога. И я очень благодарна, что он отпускал, вот еще дети наши были подростками, он отпускал меня на семинары, на конференции, потому что в нашей жизни был такой период, что я 14 лет работала дома. Хотя я на трех работах, вязанием занималась, но я работала дома, и наши дети выросли без ключа на шее. Но я дома, это двое детей, первая смена, вторая смена, как швейцар, приготовить, покушать, подать, это и для себя у меня времени практически никогда не было. А здесь пригласили работать в церковь, по трудовой, книжки, то есть и вот началось это и женское служение, и нужно было ездить. Он меня всегда благословлял, отпускал, и я ему за это в общем-то очень благодарна. И когда в моей жизни произошел тоже один стресс такой был, мы проводили межконфессиональную конференцию и католики, православные, баптисты, пятидесятники и меня поставили ответственность за духовную эту часть этой конференции, организацию ее. Там у нас произошли серьезные вопросы, не все так получилось, как в общем-то мы планировали, потому что православные вышли с этой конференции, и много было проблем. но это уже другая тема. Но у меня был очень серьезный стресс. И этот стресс вылился в том, что нарушился обмен веществ и стал уходить кальций из организма. У меня болела спина, я не придавала в общем-то этому значению. И так продолжалось где-то в течение двух лет. И однажды просто на улице я шла, это обычно возвращалась с работы, зашла что-то в магазин купить, и шла к троллейбусной остановке, и у меня вдруг отказала левая нога. То есть вот она была нога, и ее не стало. Она вот так подволакивается, и все. Я с трудом доковыляла до троллейбуса, страшно перепугалась, приехала домой. И мы потом в больнице лежала, сделали снимок, вот, и когда сделали снимок, получилось, что когда-то был детский сколиоз, вот на основе этого стресса стал уходить кальций, и у меня срослось четыре позвонка. Четыре позвонка срослось, как китайский веер, вот, и даже стал перетираться вот этот вот позвоночный столб, значит, нерв в позвоночном столбе, и мне, ну, это долго рассказывать, не разрешили больше трех килограмм носить. И вот это было в 2000 году, и с 2000 года я не знаю магазинов вообще. То есть мой муж, он заботится, он покупает, а я готовлю, с того, что он купил, и проблем никаких вот таких вот нету. Поэтому вот это очень важно, чтобы мужья, они видели самочувствие жен, заботились о них и помогали. И в Ефесянам пятая глава тридцать первый стих. Почему-то именно мужчинам сказано, посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей и будут двое одноплоть? Не сказано почему-то женщинам, что вот пусть отлепится от мамы своей, хотя у мамы с дочерьми бывают очень тесные такие отношения, но, наверное, у сыночков с мамочками еще бывают теснее иногда отношения, и мужья никак не могут отлепиться. И я вспоминаю одну интересную историю, которую рассказал один мужчина, может быть, вы его знаете, я его фамилию назову в конце. Его мама осталась одна, и она растила двух сыновей, вкладывала себя в них, ну, младшие, они всегда как-то им больше их балуют, вот старшие больше ответственные, и у мамы со старшим сыном очень-таки тесные взаимоотношения были, и он ее слушался, и что мама не скажет, он все, в общем-то, делал. Вот пришло время, он женился, жену тоже любит, и разрывается между мамой и женою. И жена уже как-то так, будучи даже еще не верующей, но просто стала говорить, ну, куда бы уехать от этой мамы подальше. И они жили в Самаре, и уехали очень далеко. Он был военнослужащим, и они уехали на Дальний Восток. И пришло время, у них один ребенок был, второй, и он очень был хороший инженер, ракетные войска, и сразу предложили им квартиру. Предложили, поскольку ждали второго ребенка, двухкомнатную и трехкомнатную. Как вы думаете, с кем он решил посоветоваться? Какую квартиру брать? Он пошел на междугородный переговорный пункт, не жену пригласил, чтобы она посмотрела двухкомнатную или трехкомнатную, расположение комнат, этаж, или еще что-то. Пошел на переговорный пункт, к маме, мама, какую квартиру брать? Мама говорит, конечно, берите двухкомнатную, теплее, уборки меньше, а то, что там двое детей, это уже значит вопрос. Это наши друзья Михаила Надежда Телепова. Может быть, их знаете, у них очень интересные книжки, тоже есть воспитание родителей, один плюс один равно, попросительный знак, это о добрачных отношениях, они пишут, какими они должны быть, как узнавать лучше друг друга, выбор спутника жизни. Вот, и поэтому вот так вот должно, значит, не должно так быть. Поэтому, обращаясь к мужьям, мы все, я вот от лица присутствующих женщин, прошу, пожалуйста, дайте нам быть полноправными хозяйками, значит, в наших домах. Я думаю, что, конечно, в Америке это проще. И вот на одном семинаре, значит, тоже в супружеском, нам предложили участникам семинара нарисовать вот рисунок. И рассказали, значит, ведущие, представьте себе, бурная река, бурная река, и лодки стоят, значит, и мужу, и жене нужно вот эту бурную речку переплыть. Пожалуйста, нарисуйте себя в этих лодках. Раздали листочки бумаги, эти лодки, значит, нарисовать надо было. Вы знаете, что практически все участники семинара нарисовали мужа в первой лодке, себя во второй лодке. А как вы думаете, как мы должны быть? Мы должны быть в одной лодке. Муж гребен, мы сзади, но мы должны быть в одной лодке. Это обязательно вот так вот должно быть в нашей жизни. И Ефесянам 5, 32, значит, тайна сия велика, я говорю, по отношению ко Христу и к церкви. Это как бы продолжение этого места. И 33 стих. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена-то боится. Не боится, уважает своего мужа. Вот это очень важно. И поэтому дорогие мужчины, мужья, которые присутствуют вот здесь, в этом зале, вы должны стать для нас тем, как Христос для церкви. Тем вы должны стать, заботиться о нас, действительно полагать свою жизнь за нас, учить, греть, потому что жизнь, она очень короткая. И какие у нас останутся воспоминания друг о друге. Совсем недавно погиб Володин друг. Мы дружили с семьями много лет, мы почти ровесники, они немножко старше нас. И его жена, они постоянно были в служении, в служении для супругов, еще в других служениях. Он служитель церкви, пастор церкви. То есть они всегда были вместе с утра до вечера. Но когда он погиб, то разговаривала, как я с его женой, она говорит, ты знаешь, мне пришлось очень долго, я вот так вот вспоминала, а что в последние годы было у нас такое, чтобы было только для нас двоих. Вот чтобы мы были не в служении, как винтики, где-то, не на людях, да, мы вместе, но мы, а вот именно вдвоем, что у нас было такого, чтобы мне вот вспомнилось. И она говорит, я вспомнила, четыре года назад до этого случая, что произошло в их семье, говорит, он позвонил мне на работу и назначил встречу, говорит, слушай, приходи, давай встретимся в парке Горького, это у нас в Минске, погуляем. И она говорит, я так радостная, он мне позвонил, как бы на свидание даже пригласил. Я, говорит, забежала в булочную, в парке Горького там речка сечет, утки плавают. Она говорит, я купила батон, и мы, говорит, час погуляли, я, говорит, отламывала от этого батона, крошки, уткам кидала, и, говорит, вот это вот было то, что действительно было время только для нас двоих. Вот это вот очень важно, чтоб оно было в нашей жизни. Вы согласны? Я вам хочу оставить на память одно стихотворение. Тоже мои подруги, Наталья Кулеш, мы его печатали, оно мне очень нравится. Давай о чем-нибудь поговорим. Дела на этот вечер все отложим, и как урок домашний повторим, что друг без друга жить уже не можем. Давай не будем на часы глядеть, присядем рядом на диване старом. Раз время мы сумели одолеть, так значит, нас судьба свела недаром. Отключим телефон, погасим свет, на маленьком столе свечу затеплим, и будем вспоминать, как много лет свои проблемы на двоих мы делим. Давай устроим маленький пикник, и на двоих разделим шоколадку. Пусть говорят, что жизнь короткий миг, но ты со мной, и значит, все в порядке. Я в кофе молока тебе налью, мы выпьем вместе за здоровье наше. Ты знаешь сам, как я тебя люблю, об этом говорить не стоит даже. И все-таки давай поговорим, о нас поговорим, о наших детях, и как урок домашний повторим, что нет счастливей нас на целом свете. А пусть ли вместе выйдем на балкон, пусть не всегда со мной легко и просто. Как хорошо, что ты в меня влюблен, и даришь до сих пор цветы и звезды. А завтра будут новые дела, и новые заботы будут завтра. Пусть говорят, что молодость прошла. Мы молоды всегда, и это правда. Поэтому пусть нас всех Бог благословит, чтобы мы дорожили друг другом, чтобы наши мужья любили нас, говорили нам об этом. Ну, а чтобы проверить, насколько мы близки друг другу, насколько мы умеем поддерживать на отношениях, я даю вам маленькое домашнее задание. Приедете домой, припаркуйте свою машину, уложите детей спать, выйдите на улицу, и попробуйте хотя бы 15 минут погулять. Получится больше, ваши отношения еще крепче. То есть попробуйте погулять и поговорить друг с другом. Не о кастрюльках, не о школе, не о работе, не о взаимоотношениях с начальством, а как ты хочешь, вот чтобы мы провели время вместе. Может быть, ты хочешь видеть во мне что-то, может быть, я тебе не додаю что-то, может быть, ты хотела больше слышать нежных, ласковых слов. Вот каким ты меня мужем хочешь видеть? Вот мужчина, мужья, задайте вопросы своим женам, пожалуйста. Вот, поэтому пусть нас всех Бог благословит, чтобы мы дорожили этой жизнью, которую нам Бог дал. Как бы мы не любили наших детей, приходит время, они нам помашут ручкой, да, и как у нас с мужем был однажды эпизод, наш старший сын, вернее у меня, наш старший сын женился, что-то там какой-то вопрос был, у нас хорошие дружеские отношения, он мне пришел и говорит, ты знаешь, мама, а вот Таню я люблю больше, чем тебя. Я посмотрела на него тоже так руки в боки и говорю, Саша, ты знаешь что, а вот твоего отца, говорю, мужа моего, я тоже люблю больше, чем тебя. Поэтому пусть нас Бог благословит, ценить, дорожить друг друга, может быть, посмотреть фотографии, у кого-то фильмы, видео есть, как нас сочитывали, как это все, вспоминайте, прочтите книгу, песню, песни, как евреи в шаббат читают, это тоже похоже. Божьих вам благословений, любви, и чтобы Божья благодать, она была в наших семьях и сохраняла нас. Мне, наверное, будет сложнее. У меня больше, если здесь больше поэзия звучала, то у меня проза, проза жизни. Но, знаете, дорогие друзья, слава Богу. Я думаю, что здесь все заинтересованы, чтобы жизнь была счастлива. И мы соединили наши жизни вместе для того, чтобы вместе созидать наше счастье. Потому что описано, что вдвоем лучше, нежели одному. Если одному было хорошо, второму было хорошо, то когда объединили эти хорошо, стало отлично, стало просто здорово. И возвращаясь, в общем-то, к Слову Божьему, потому что я говорю, что я больше говорю в соответствии с тем, что говорит Писание. И обращаясь к Слову, знаете, вот это вот место, которое Лариса рассказывала, на которое основывалось, это Ефесяна 5 глава, начиная с 22-го по 33-й стих, это апостол Павел говорит о том, что Бог видит в отношениях между супругами, отношения мужа к жене, отношения жены к мужу, то есть какими должны быть эти отношения. И 33-й стих, он как бы подытоживает все то, что сказано, и говорит итог, так каждый из вас долюбит свою жену, это относительно к мужьям, любит свою жену. Мы с вами уже слышали, как Христос возлюбил церковь, и это слово, оно значение имеет любовь жертвенная, то есть используется слово агапе, и это подразумевает собой любовь, которая отдает себя, она жертвует, жертвует собою ради другого. И там же говорится о том, что как самого себя, как свои тела, то есть любишь свое тело, значит любишь и жену, таким же образом. И точно так же говорится и в отношении к жене, что жена, она здесь в нашем переводе говорит боится своего мужа, в оригинале это слово звучит как почитает или уважает, то есть почтение или же уважение своего мужа. Знаете, вот слово почитать, уважать или боится, мы может быть думаем, что держать в общем-то под контролем. Муж пришел домой, да, все постойки смирно, шепотом, не слышно, не видно, хозяин появился. Но здесь я думаю, что слово вот это говорит о том, что о глубоком уважении, принятии. И что интересно, что слово любить, оно означает вне всяких условий, вне всяких условий. То есть Бог возлюбил нас тогда, когда мы были еще далеко от Него. Мы не знали Его, были грешниками, делали много нехороших, плохих, можно сказать, вещей. А Бог все равно любил. Потому что я лично помню, по крайней мере, три случая, когда Бог просто сохранил мне жизнь. Это было настолько явно и конкретно Бог сохранил мне жизнь. Он тогда уже заботился, тогда уже берег меня, хранил меня. Поэтому с его стороны условий не было. Ты будешь ко мне относиться, почитать меня, принимать меня, и я тогда буду благоволить к тебе. Нет. Бог любил, берег, хранил до того, когда я еще познал Его. Поэтому это безусловно. И то же самое слово говорится, жена добоится или почитает или уважает своего мужа, это тоже безусловно. Это так же, как муж должен любить жену, так и жена со своей стороны, она должна почитать своего мужа. Поэтому посланник евреям, 3 главе 4 стих говорит, всякий дом устрояется кем-либо, а устроивший все есть Бог. То есть, если мы хотим, чтобы наша жизнь, она устроялась, она была счастливой, она имела как начало, так и успешные окончания, супруга моя молится сейчас конкретно, чтобы мы ушли из этой жизни вместе. так и окончание, чтобы было счастливым. Ну, я думаю, что вы согласитесь, что доживать одному после того, когда было хорошее, прекрасное отношение, ну, тяжело, тяжело. И вот видя, как у нас пожилые, я как пастор в церкви вижу, когда один из супругов уходит в вечность, второму жизнь уже становится несладкой, несладкой, откровенно говоря. Поэтому, конечно, это прекрасно жить вместе и уйти вместе. Поэтому устраивает все Бог. Устраивает Бог. И если, еще раз хочу сказать, если мы хотим, хотим, чтобы наша жизнь была устроена, мы должны поступать так, как нас учит Слово. По Слову. Но не только, да, слышать, читать, но и поступать. Хочу сказать сразу, что это трудно. Трудно. Потому что мы воплотили, потому что мы эго, а это эго, оно имеет очень древнее происхождение со времен Адама, тогда, когда эго стало управлять нашей жизнью, и его очень трудно и сложно изменить. Безусловно, любить или безусловно уважать. Это очень трудно. И здесь хочу сказать, что нам в этом может помочь только Бог. Только Бог. По-другому нет. И вот у нас в этом году будет уже 40 лет нашей супружеской жизни. Не верится. Как одно мгновение. То есть жизнь, она очень быстро полетела. И хочу сказать, что Лариса, она не сказала, но я скажу, что наши отношения, они становятся лучше и лучше и лучше. Последние годы они действительно становятся красивыми. И нас буквально перед отъездом, когда мы последнее служение было 17-го, мы улетели, 16-го у нас было вечернее служение, но вместо вечернего служения мы проводили встречу супружеских пар. И ответственная сестра за это служение она предложила нам с Ларисой тему сказать, как сохранить романтику отношений в процессе своей жизни. То есть мы говорили, как сохранить романтичные отношения. Вот то, что она вам сегодня дала задание, это вот и есть такие маленькие моменты в жизни, когда романтика она сохраняется, она продолжается. Ну в общем я думаю, что и в вашей церкви проходят эти встречи, и эти темы также они звучат. Поэтому что сохраняет наши отношения в нашем браке? Может быть для кого-то это уже устои церковной жизни. Ну как? Живом, как кошка с собакой и уже как Лариса говорила долгое время не разговариваем, но просто понимаем, что мы должны выглядеть в условиях жизни церкви подобающим образом. И это нас сдерживает от того, чтобы разбежаться, от того, чтобы сделать жизнь невыносимой друг другу. Или же может быть совместное нажитое имущество, оно как-то скрепляет. Может быть для кого-то это дети, они связывают жизнь вместе, воедино. Годы проведенные вместе, ну уже куда? Куда? И так уже столько лет терплю, так уже столько времени, ну уже до конца как-нибудь доживем, как-нибудь дойдет. Нет, Бог не желает, чтобы обстоятельства или же какие-то условия, они условности нас связывали. Бог желает, чтобы искреннее отношение, любовь, уважение, то, что Библия говорит нам, чтобы любовь связывала, чтобы уважение друг к другу, оно нас соединяло. Поэтому мы в этом направлении должны трудиться. Каждый из нас я должен любить, она должна уважать. И это взаимное, взаимное, когда нет условий, когда не условий, она он я ее не люблю, за что я его буду уважать? Нет, пусть явит ко мне свою любовь, тогда я буду уважать. Она меня не уважает, за что я ее буду любить? Она меня не принимает, не почитает, я ей цветы буду дарить никогда. Поэтому вот так вот и получается, что нет вот этих взаимно скрепляющих связей, которые должны быть, пусть будет в одностороннем порядке, пусть они будут, пусть кто-то первый начнет проявлять. Знаете, однажды на одном свадебном пере нас спросили, в общем-то, как одних из таких уже с опытом буду говорить семейной жизни, значит, кто первый прощает? тот, тот, кто любит, тот, кто более мудр, он прощает и он идет навстречу, он идет навстречу. Поэтому пусть будем мы мудрые, пусть будем любить больше. и как уже говорилось Ларисой, что когда мы перешли от периода ухаживания, ухаживания, да, мы где-то, значит, уже когда начинается семейная жизнь, театр, он в какой-то мере заканчивается. Потому что мы где-то, ну, чего уж говорить, так оно и было. Мы старались, старались быть, ну, лучше, чем мы где-то есть. Ну, а потом уже, ну, что ж тут уже, уже все, чего тут уже опять стараться, живем, как живем, как получается. Но, вы знаете, Господь желает, чтобы мы действительно работали над собой, чтобы наши отношения, они не просто были такие игра двух актеров, но чтобы это стало нашей жизнью. И что нам нужно значит, как уже сказал, чтобы Бог устроял нашу жизнь, значит, мы должны смиряться пред Богом и следовать Его слову. Первая книга Царств, вторая глава тридцатый стих говорит, я прославлю прославляющих меня, а бесславящие меня будут посрамлены. Мы нашими отношениями, мы нашей жизнью или прославляем Бога, или бесславим Его. Те, кто с нами рядом живут, они знают, что мы верующие. И если из нашей квартиры слышны крики, ругань, слышны взаимные обвинения, у нас очень хорошо слышно, мы живем в многоквартирном доме, я хорошо слышу, что мы на втором этаже, что на четвертом бывает слышно. Понимаете? Поэтому я уверен, что слышат и то, что в нашей квартире происходит. поэтому мы либо своей жизнью, своим отношением либо мы прославляем Бога, либо мы Его бесславим. Поэтому Бог, Он тоже в свою очередь будет либо помогать нам, либо будет стоять в стороне. Пожалуйста, живите без меня, поступайте без меня, как вы считаете нужным. И вот Бог через апостола Павла, Он и передал для нас это послание, какими должны быть наши отношения. и поэтому хочешь, чтобы твоя семья, ты был счастлив, поступай так, как Я тебе предлагаю, как Я тебе говорю, говорит Господь. И Он говорит это со всей определенностью, строгостью. И написано 1 Петра 3, 1-2. Значит, давайте откроем, потому что я тут выписал. так же и вы, жены, повинуйте своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих без слов приобретаемы были. Когда увидят ваше чистое боговьявозненное житие. Знаете, мы обычно применяем это место к неверующим. Да? Неверующий муж и жена своей жизнью, она покоряет его в вере бога. Но скажите, многие ли из нас верующих, может быть в кавычке, верующих, многие из нас мужчины покоряются слову Божьему, послушны богу во всем? Я думаю, что нет. Написано, что мужу глава Христос. Всегда ли так в нашей жизни, что Христос руководит нашей жизнью в полноте? Что мы послушаем? А знаем ли мы близко Его? А дружим ли мы с Ним? А слышим ли мы Его голос? А как Он нас направляет каждый день? Получаем ли мы от Него слово для каждого дня? Откровение? Слышим ли мы, когда какая-то опасность подстерегает, и мы можем с вами увидев или же услышав это передостережение поступить правильно? Или мы снова на эти грабли снова наступаем, и снова мы получаем эти удары? Я думаю, что не всегда. Поэтому, дорогие сестры, дорогие наши замечательные женщины, Бог Он желает, чтобы ваша жизнь, она изменила жизнь ваших мужей, наш, чтобы вы своей жизнью, своим отношением, отношением с Богом, вашими молитвами, чтобы вы изменяли нас, помогали нам меняться. И вот интересно, мы с вами говорили о моменте, когда совершилось грехопадение. Так вот, смотрите, со времен грехопадения проблема начала существовать в подчиненности. В подчиненности. Мы с вами прочитали, значит, не прочитали, но говорим о том, что написано. Жены, повинуйте своим мужям. Так вот, положив руку на сердце. Жены, повинуемся мужям? Повинуемся? Хотим. Повинуемся. Так вот, смотрите, со времени грехопадения и Бог открывает это в слове своем со времени грехопадения. Бытие 3,16 он говорит такое слово «К мужу твоему влечение твое». И, вы знаете, мы, когда читаем это слово, я думаю, что не все, наверное, знают значение этого слова «влечение». Но мы думаем, что это желание отношений или же интимной близости к мужу влечение. Нет? Конечно. Сестра говорит, что знает. Так вот, это слово, оно означает, и оно точно такое же слово, оно стоит в следующей главе Бытие 4,7. «Грех у дверей сердца твоего, и он влечет тебя». Это же слово. Поэтому, какие могут быть дружественные отношения с грехом? Или же интимные отношения с грехом? Нет. Но грех, что он хочет делать с тобой? Он хочет господствовать над тобой. Он хочет владеть тобою. Он хочет буквально тебя быть, чтобы ты был подвластный ему. Вот, дорогие сестры, с момента грехопадения именно такое желание есть у жены, у женщины. Владеть, господствовать, быть над. Над. И поэтому столько нужно труда, чтобы изменить вот это вот в своей жизни. Изменить свое состояние. И поэтому, знаете, когда апостол Павел писал, что жены, повинуйтесь своим мужьям, прошло уже довольно много времени. Две тысячи лет прошло после того, когда апостол Павел написал эти слова. И много очень изменилось со времен апостола Павла. Женщины боролись, боролись за равноправие и добились. Имеют равные права с мужчинами. Больше того, они трудятся наравне с мужчинами. Они добились того, что имеют руководящее положение, то есть у них руководящая роль, ответственные посты и высокооплачиваемая работа. И все это сделало их независимыми. Я не знаю, как в Америке, но тоже вот и госсекретарь, и видно, есть руководители различных структур. У нас в Беларуси 70% руководящих должностей занимают женщины. Слабый пол вдруг стал сильным полом. И женщины они стали во главе. Я не унижаю женщин. Вы имеете возможности, вы имеете прекрасные способности, таланты, все это. Но почему-то Бог сказал, что всякой жене глава муж. И благословение там, где мужчина во главе. Там благословение. Если мы хотим спорить со Словом Божиим, с Библией, мы можем спорить. Мы можем поступать другим образом, но будет ли от этого для нас с вами благословения или пользы? Я думаю, что нет. Поэтому если мы хотим, чтобы было по-другому в нашей жизни, в нашей семье, дорогие жены, мы должны делать все для того, чтобы муж стал главой в семье. Чтобы он действительно был главой. И вот поэтому жена своей жизнью она должна помочь мужу своей мудростью. Вот здесь проявить мудрость, талант, способность, знаете, это действительно проблема. Потому что мужчины тоже после грехопадения, они отдали свои права не только сатане, но и жене. Легче, знаете, меньше ответственности. Пусть жена обо всем думает, устраивает дом и думает, как вести хозяйство, и что делать, и где деньги зарабатывать, пусть жена все решает. А мы сильный пол будем у телевизора сидеть, на рыбалку ездить, на охоту. Поэтому жена, знаете, образ матери, жены, домохозяйки, он ушел уже практически в прошлое. Домохозяйка это что-то архаичное. И вот я читал, что, значит, как-то одно время такая информация была, что в Америке, когда опросили, сделали опрос, то, по-моему, было 20 миллионов домохозяек. И что интересно, что те, кто проводили опрос, они просто выбросили это из информации, они не передали. Для того, чтобы показать, что есть вот такой слой. как домохозяйка, такая профессия, спасибо, такая профессия у женщин. Домохозяйка. Это мать, это жена, это та, кто хранит очаг, хранит дом. То, что Библия называется, она говорит, управляет домом. Управляет домом. Поэтому это уходит. И вот это движение феминизма, оно просто стирает вот то, что действительно необходимо, что будет приносить счастье для семи. Поэтому Гритчи 14.1 говорит, мудрость, жена, она устрояет дом, а глупое разрушит своими руками. И извините меня, но не следовать Слову Божьему, это что может быть глупее? Потому что разрушается, разрушается устои, разрушится семья, значит разрушится и общество. У нас удивительные рекламные счеты. Я благодарю Бога, что у нас стоит счеты, вот мы проезжали недавняя, крепкая семья, крепкое государство. Вот так в Беларуси. Крепкая семья, крепкое государство. Слава Богу. Поэтому пусть Господь благословит. мудрая жена устрояет дом свой. И если мужчина, он не держит штурвал, ну помогите ему взять штурвал в свои руки. Ответственность. Поэтому написано, что у мудрой жены муж известен у ворот. Она его туда приведет и посадит, чтобы он сидел среди старейших. Такая история. значит один министр, он приезжает на строительство со своей женой и она тут встречает одноклассника. Он прораб на этой стройке. И она пришла, поговорила с ним и потом опять в машину к мужу и поехали. говорит, вот видишь, как хорошо, что ты за меня замуж вышла. Ты сейчас жена министра. А Това говорит, если бы вышла за него, она была бы женой прораба. он говорит, он бы не был прорабом, он бы был министром. Видите, какие управления в ваших руках? Что ваши мужья могут достигать таких позиций. Поэтому, конечно, если мы говорим о том, что муж глава, значит, это определяющая его роль в решениях. То есть, как бы ни было, значит, пусть его слово будет решающим, пусть его слово будет определяющим. И здесь уже не будьте как капризные дети, которые слезами, криками добиваются своего. Или же как, знаете, стенобитная машина. Когда стена стоит, я все равно разобью эту стену и вот в одно место бьет, наконец не рушится эта стена. Не будьте так. Я думаю, что мудрость, молитва, убеждение они сыграют свою роль. Мы разные. Однозначно мы с вами разные. И знаете, Бог, Он создал нас с вами действительно непохожими друг на друга. Мы понимаем многое по-разному. У нас мнения могут разниться, отличаться. Но вся красота это многообразно. Ведь вы действительно можете жизнь сделать красивой. Красивой. Но единство приходит тогда, когда приходит согласие при разных мнениях. Согласие придет. Мужья, я верю, что они обладают достаточным разумом, чтобы увидеть, что жена предлагает что-то хорошее и правильное. Потом согласиться, где-то постоять, потом да, хорошо, я принимаю. Я принимаю то, что ты говоришь. Поэтому время, молитва, советы, убеждения, они помогут принять правильное решение. знаете, не всегда мы все можем, не всегда мы являемся мастерами на все руки. Поэтому просьба к вам, не сравнивайте нас с вашим мужем, вашей подруги, или то, что папа ваш умел делать, а мужья не умеют. Но я верю, что они стараются. И поэтому, конечно, у соседа огород или газон кажется более зеленым. Но подумайте, что соседка смотрит ваш огород, на ваш газон, и ей кажется, что у вас лучше, ваш зеленее. Поэтому, знаете, сравнивать не стоит. И это всегда унижает. Не обсуждайте ни с кем недостатки мужа. Они есть у каждого. и поэтому, если обсуждается, то это не принесет никогда благословения. В духовном мире, даже если и муж не знает, в духовном мире эти трещины, они будут углубляться, они будут приносить проблемы. Проблемы в взаимоотношениях. Ведь духовное, оно то, что делает нашу жизнь крепче, объединяет. А когда мы отрицательное выбрасываем, когда мы отрицательное говорим, мы раскалываем, мы разбиваем отношения. Не уничижайте мужей. Потому что, когда мы унижаем того, кто над нами, то мы унижаем и самого Бога. Поэтому нельзя, нельзя говорить о том, что мой муж, он без рук, он не может ничего. Помните историю Милхолы? Милхолы. Когда она, увидев Давида пляшущим, она говорит, что ты как пустой человек поступил. И она его уничижила. И Бог, он уничижил ее. Она не имела детей после этого. То есть, если Бог определил мужа, его положение, то он и будет его охранять. Охранять это положение. И притч 21.19 говорит, лучше жить в земле пустынной, нежели женой сварливой и сердитой. Знаете, у нас был случай, я привожу его на этих встречах. Супруга постоянно корректирует, вот я не точно что-то говорю, но надеюсь, что в этот раз я постараюсь передать эту историю правильно. Мы жили, только получили квартиру, и, значит, нужно было много привозить из города, но правда уже открывались магазины рядом у нас. И вот однажды из города я притащил нарвался на дешевых курей, цыплята. И, знаете, не всегда бывало и деньги, и что-то, продукты, ну, мы жили в Советском Союзе, это здесь по-другому, хотя сейчас у нас эти супермаркеты, гипермаркеты, то есть можно купить сразу же тоже багажник загрузить. Ну, я приношу шесть дохлых цыплят, по рубль десять с лапами, с этими с головами, еще там с перьями где-то такие, ну, шесть, много. Я приношу, положил эти куры, а жена говорит, ты что наделал? Зачем мне эта дохлятина? В холодильнике вон, нормальная курица есть, но я же старался. Мне так хотелось сделать приятное. я пошел себе, сижу возле телевизора, ну, мы не верующие тогда, в то время еще были, сижу возле телевизора, она успокоиться не может, и она уже бушует, как это море, которое уже взволновано, и она приходит ко мне с этими курями, трясет, ты что купил? Ну, я поднялся, ушел. Я пошел в соседний магазин, купил две курицы по 2,20. Крупные, красивые, уже обработанные, принес, положил. Тут был шок. Растрачик, ты что наделал? Денег и так нет. А ты тут этого еще. Я долго не слушал, пошел к телевизору. Ну, куда тут, если море взволновано, то тут еще добавилось больше ветра, еще больше волны поднялись. С этими, со всеми курями, сколько она могла их взять, пришла опять ко мне. Трясет, говорит, что ты делаешь. Но у меня уже терпение закончилось. Я подошел, взял ее вместе с этими курями, поднял. Открываю ванну и туда в эту ванну. И она лежит там, эти куры наглядит и плачет и смеется. Поэтому, знаете, критиковать можно, но всегда опасно. Чтобы критика не зашла, какие-то грани не перешла. Поэтому будьте благодарны мужьям. если они что-то делают. Они стараются. Поэтому, ну даже если что-то и не так, неправильно, благодарность она всегда поможет измениться и скрепить отношения. Лариса говорила о интимных отношениях. Я хочу сказать вам, дорогие женщины, что для мужчин интимные отношения, они имеют очень важную роль в их жизни. И вы должны тоже понимать, понимать это, потому что манипулировать интимными отношениями Бог не допускает. Потому что в послании к Хоринфинам апостол Павел говорит о том, что жена не властна над своим телом, но муж. и Лариса говорила о том, что любовь, она поможет чувствовать, когда жене плохо, когда у нее какие-то проблемы со здоровьем. Поможет. Но помните, что именно ставить условия, значит, мы будем интимные отношения иметь или нет, то есть в зависимости от чего-то, от отношений, у вас хорошее состояние, вы можете их иметь, но вы капризничаете. Помните, что еще раз хочу сказать, это очень сильно скрепляет в семье. И интимные отношения, они могут очень продолжительно иметь действие. Когда вот в этой книге, о которой Лариса говорила, значит, был опрос, автор спрашивал, значит, кто имеет интимные отношения, в каком возрасте, то вы знаете, как вам кажется, какой самый, в общем-то, продолжительный срок интимных отношений? Когда возраст? Когда, я имею ввиду, когда он задавал этот вопрос, 70 лет поднимали руки. Когда он спросил, 80 лет, опять же поднялись руки. И стало пожилая женщина, он спросил ее, сколько вам лет? Она сказала, 83. А сколько лет вашему мужу? 87. То есть, это говорит о том, что Бог дает эту возможность. И это приносит радость, это приносит глубокие отношения. Потому что интимные отношения это апогеи всех наших отношений вне близости. Когда мы проявляем друг к другу любовь, уважение, когда мы принимаем, когда мы проводим время, когда мы выказываем каким-то образом наши желания друг к другу, то интимные отношения это уже как бы точка, последний штрих вот взаимоотношения. Не с интимных отношений начинаются глубокие отношения, а все глубокие отношения они приводят к интимным отношениям, именно к тем, которые принесут радость и счастье. Поэтому Бог Он сказал, что они должны быть, они должны быть, эти отношения, и они как бы уже подводят итог всем хорошим и правильным отношениям. Поэтому пусть Бог благословит нас с вами, чтобы мы любили вас, а вы уважали нас. Поэтому этот Бог дал нам как потребность, естественную предтребность нашей жизни. И для мужей тоже нужна любовь, но для них более важно уважение, почтение. Поэтому уважайте и почитайте ваших мужей. И как пример, знаете, когда начал заниматься этой темой, то Бог открыл место писания, я думаю, что вы его тоже читали и знали, но именно в свете этой темы нашей сегодняшней, он будет для вас очень ярким и подчеркивать вот эту тему. Книга Исферия. Помните книга Исферия. Царь Артаксерц, он сделал пир для всех своих подчиненных. И уже значит, как бы в завершении этого пира он хотел значит, подчеркнуть не только свое богатство, силу, славу, но и хотел показать значит, насколько он счастлив и благословен, потому что у него красавица жена. И он приказал, чтобы привели царицу Астинь. И вот что произошло? Царица Астинь, она отказалась прийти по повелению царя. Что значит это? Она пренебрегла им. Она показала ему свое неуважение. И царь был оскорблен. И значит, что нужно было предпринять? Как поступить по закону с 15 стиха 1 главы? Как поступить по закону с царицей Астинь? За то, что она не сделала по слову царя Артаксерса, объявленному через Евнухов. То есть он был унижен не просто вот лично, но еще при всех подданных своих. Знаете, какая пощечина царю? И сказал Мимухан перед лицом царя и князей, не перед царем одним виновна царица Астинь, а перед всеми князьями и перед всеми народами, которые по всем областям царя Артаксерса, потому что поступок царицы дойдет до всех жен, и они будут пренебрегать, то есть не уважать своих мужей и говорить царь Артаксерс велел привести царицу Астинь пред лице свое, а она не пошла. Теперь княгини Персидские и Медийские, которые услышат о поступке царицы, будут тоже говорить всем князьям царя, и пренебрежение и огорчение будет довольна. Если благоугодно царю, пусть выйдет от него царское повеление и впишется в законы Персидские и Медийские, и не отменится о том, что Астинь не будет входить пред лице царя Артаксерса, и царское достоинство ее царь передаст другой, которая лучше ее. Вот то, о чем мы с вами он стоит за положением, которым он определил мужчину. Неверующий это царь, или же это верующий, Бог говорит определение, что всякой жене глава мужа. И дальше он говорит, когда услышат о всем постановлении царя, которое разойдется по всему царству его, как одно, невелико, тогда все жены будут почитать мужей своих от большого до малого. Вы видите, в чем заинтересован Бог? Чтобы жены они почитали своих мужей. Неважно, говорит, каким будет великое это царство. И дальше, и угодно было слово сие в глазах царя и князей. И сделал царь по слову Мимухана. И послал во все области царя письма, писанные в каждую область письменами ее и каждому народу на языке его, чтобы всякий муж был господином в доме своем, и чтобы это было объявлено каждому на природном языке его. Вот такое постановление, которым говорится в Слове Божьем неверующий царь, но это слово для нас передал апостол Павел. Всякая жена уважает своего мужа, почитает своего мужа. И знаете, перед битвами полководцы вдохновляли своих солдат. Они говорили им, вы сможете, вы лучшие воины, вы победители. Я на вас надеюсь, я полагаюсь на вас. И знаете, когда солдаты, они получали такое вдохновение, они совершали невозможное. Я думаю, что дорогие жены, вы как полководцы мудрые вдохновляйте нас. Вы сможете. Вы мудрые, вы сильные, вы совершите это, вы сможете. И еще посланник Ефесянам в 6 главе говорится о том, что наша жизнь, она подобна борьбе, бране. Нам противостоит духовная сила зла. И как мы уже с вами видим, что семья, она подвергается особенным нападкам. Поэтому наша брань не против крови и плоти, не против жены, что она в чем-то ворчит и чем-то она недовольна. Потому что кто-то возбуждает к этому ворчание. И вот Лариса вспоминала сегодня наших друзей, пастора Евгения, его жену Лиду. Женя, мы с ним дружили. он рассказывал однажды, что ну вот подобно как с курями вот это у нас произошло. У него было, что жена ворчала, была недовольна. И вот говорит, ходит вокруг все, его как бы пытается уколоть, вывести из равновесия. И он уже говорит, чувствую, что закипает. Уже вот чуть-чуть и сейчас сорвусь и сейчас вот что-то. А потом думаю, ну кто же здесь начинает вот это все возбуждать. Кто к этому все ведет? Я слушал, а потом говорю, сатана, пошел прочь отсюда во имя Иисуса Христа. Здесь я господин, я хозяин. И говорит, вдруг жена как будто сдулась. Как будто что-то вот ушло, то, что подталкивало его к этой битве, к этой борьбе. знаете, есть тот, кто возбуждает, возбуждает. И поэтому ссора, она действительно как прорыв воды. И нам нужно понимать, что вот часто за всеми этими ссорами, всеми этими разногласиями, всем несогласиям, беспорядком стоит духовная сила зла, которая пытается разлучить, которая пытается разорвать. И 1 Петра, он говорит о том, мы уже с вами открывали это место, но 3 глава 5 стих говорится, что «Так некогда и святые жены, уповавшие на Бога, украшали себя, повинуясь своим мужьям». Это для вас венец. Повиновение мужьям, послушание, это венец, которым вы увечены от Бога. Это ваша красота, истинная красота. Поэтому пусть Господь поможет и благословит. И наконец, конечно, трудно подчиняться, если не за что, если не видишь. Трудно, конечно, но где взять эти силы? Эти силы, они берутся у Бога. Поэтому написано 6 глава, 10 стих, «Наконец, братья, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его». Я хочу сказать, «Наконец, сестры, укрепляйтесь Господом и силой могущества Его». От Бога силы. Бог дает. Поэтому нам нужно сломать это проклятие, которое идет из поколения в поколение. Хочу сказать, что в нашей семье, где я родился, где я воспитывался, где я рос, там было главенство женщины. Отец, он был физически очень сильный человек, но мать, она была сильно духовной человеком. И она пыталась, и в общем-то получалась, чтобы контролировать, чтобы руководить, чтобы направлять. И вот это такое положение, оно формирует и детей, формирует моих сестер, как руководящих в их семье, формировало меня, как подчиненного в семье. Но это проклятие, оно должно быть разрушено, чтобы уже наши дети, наши сыновья, наши дочери, они были благословенны. То есть, чтобы они поступали так, как учить слово. Поэтому да благословит нас Господь. Если у нас что-то не получается, что-то не так, мы это видим, мы это понимаем, мы обращаемся к Богу и говорим, Господь, да будет Твой порядок в нашей семье, да будет Твое устройство в нашей семье, и Бог будет устраивать. Если оно не до конца будет в нашей жизни, то в жизни наших детей оно будет сразу поставлено на правильное основание, и будет благословение. И дальше оно будет все улучшаться и улучшаться. Да благословит нас Господь. Аминь. Аминь. И, конечно, мы будем сейчас молиться, мы будем просить, чтобы Господь благословил. Может быть, какие-то вопросы есть? все хорошо. Слушаю вас. Слушаю вас. Жену заменять? Имя ее заменять не надо. Имя жены? Жены вы сказали, что заменяли жену. Не, не. Такого... Жены имя вы заменяли не, не. А что вы сказали? Я понял так, что вы сказали. Наверное, вы что-то не услышали. Наверное. Наверное. Бог, Он меняет нас и помогает менять наши характеры. И если я вижу в себе что-то неправильное, я должен работать над собой для того, чтобы я был благословением для своей супруги, для своего супруга. Поэтому я знаете, вот тоже вопрос может быть и как бы не совсем понятный. Когда вот мы уверовали, мы молились отдельно. Жена в своем углу, я в своем углу молился. А потом мы вдруг поняли, что надо молиться вместе. И стали молиться вместе. И я молюсь. Господи, ты видишь моя жена, она здесь неправа, она здесь, она рядом стоит. Слушает, слушает, потом встает и убегает, уходит. Знаете, когда я молюсь и прошу Господи, ты видишь, что я здесь неправ, что я так поступил неправ. Господи, помоги мне исправиться, помоги мне измениться. Поэтому каждый из нас, он должен видеть себя в зеркале Слова Божия и работать над собой. И тогда я верю, Господь, он будет менять и того, кто рядом, рядом с нами. Поэтому не имя женки менять, а себя менять. Пусть Бог благословит. Ну ничего, потом уже давайте вместе мы с вами поговорим. После служения, после беседы. Хорошо. Ну давайте тогда помолимся. Или есть вопросы? Что ты говоришь? Что ты говоришь? Убите, даже если возраст такой, я говорю, все равно говорю, поцелуйте мужа. Если даже неверующий, он же муж, вы же замуж за него выходили. Я и образно говоря, вот даже вот возьмите вот в лысинку, поцелуйте и скажите, как вы его любите и как вы благодарны, что он рискует всей жизнью. Именно вам сделал предложение и вы за него вышли замуж. И потом мне звонит и потом мне звонит одна сестра и говорит, сестра Мариса сделала все, как рассказали. Говорит, результаты превзошли ожидания. Муж неверующий, ну где-то хорошо им за 60. Лысина есть. Прихожу, говорит, а он сидит и смотрит телевизор. Я, говорит, сзади подошла, обняла, лысинку разгребла, поцеловала и говорила, как я тебя люблю, как я тебе благодарна, что ты на мне женился. И тут, говорит, такая тишина, пауза такая продолжительная. Мне, говорит, я не знаю, что дальше делать. А он, говорит, вот так вот, повернулся, смотрит на меня. У него, говорит, две слезы текут. И он говорит, правда? Вот. Поэтому будем говорить нашим мужьям, что мы их любим. Они тоже в этом нуждаются. Отец, мы благодарим Тебя, что Ты даешь, Господь, для нас эти важные минуты в нашей жизни, когда мы приближаемся к Тебе. Господи, я знаю, через это мы приближаемся друг к другу. Господь, ты желаешь, чтобы наши отношения, они были открытыми, как когда-то Ты сказал, что были наги и не стыдились. Господь, я прошу Тебя, помоги, чтобы не было, Господь, этих темных отношений, темных пятен, Господь, чтобы не было ничего, то, что мешает нашим взаимным отношениям, взаимно скрепляющим. Я прошу Тебя, благослови, благослови наших жен, Отец, чтобы они понимали нас, чтобы они уважали, чтобы они почитали, чтобы исполнилось Слово Твое в нашей жизни, Господь, чтобы для каждой жены муж был глава. Отец, я прошу Тебя, благослови, Ты Бог наш, слава и хвала Тебя. Я молю Тебя, Господи, благослови нас, как жен, Господь, Боже милостивый, чтобы мы исполнили свою часть, чтобы мы действительно уважали своих мужей, Господь, почитали их, это так важно, Господь, благослови. И я молю Тебя, Господи, дай мудрости, как вести этот свой дом, как сохранить, Господь, эти отношения и привнести вот эту любовь, романтику, чтобы мы действительно не надоедали друг друга, не доживали, а радовали друг друга, чтобы не обкрадывали жизнь друг друга в те годы, которые Ты нам дал прожить вместе, но были благословением друг для друга, чтобы Господь действительно дети наши, глядя на нас, они радовались и гордились нашими взаимоотношениями, потому что мир и покой приходят в сердца детей, когда папа и мама любят друг друга. Я молю Тебя, благослови, чтобы вот эти вот отношения, чувства вы пронесли через долгие годы нашей жизни. И я молю Тебя, благослови, чтобы мы действительно, вот как однажды мы увидели в Прибалтике пару супружескую, они уже были в седе и пожилые, шли по кругу, в море, держась за руки, и эта женщина держала в руках босоножки, и они настолько были близки друг к другу. Вот благослови, Господь, чтобы так рука в руку мы прошли по этой жизни, взирая на Тебя, Господь, и даря любовь и нежность друг другу, заботу, которую Ты, Господь, полагаешь в наших сердцах. Благослови, Господь, чтобы мы не были огорченными, но были радости друг для друга. И я верю, когда мы будем просить Тебя об этом, Ты, Бог Святой, дашь нам, Господь, и умение, и способность проявить, и силы, Господь, я верю в это. Мы во всем хотим быть похожим на Тебя, Иисус, и чтобы наши совоотношения были такими, как у Тебя с Церковью Твоею. Благослови нас в этом. Тебе слава и хвала за все. Аминь. Признавайтесь друг к другу в любви. Тебе слава с Богом. С Богом. С Богом. Тебе слава так что-то серьезные какие-то вещи, когда брат Владимир и Лариса рассказывали, свидетельствовали. Вы знаете, вот эти вот хорошие, добрые слова, которые говорилось, действительно важно говорить. Может быть, ну вот с того менталитета, выехавший сюда, как-то там кто-то развивается, мы остаемся на местах, и не используем это, не делаем. Но это важно для жен, для мужей. И ну не используйте, может быть, все стихи из песни, песней, там, где нос, как башня, или еще что-то. Но хорошее говорите. Хотя за этими всеми вещами тоже есть смысл, конечно. Возвращаясь, как-то Виктор Клименко сказал, говорит, один пожилой брат, говорит, пришел братский совет, говорит, тут в Библии есть несоответствие, говорит, или уже смеется, знает. Говорит, вот провлечение то же самое, говорит, ну не влача, не влача, шо робите? Ну вот сегодня одно из объяснений, почему не влача и что такое влача. поэтому важно вот это, чтобы это было действительно взаимное уважение, понимание друг друга и чтобы влекло друг к другу. Конечно, есть аномалии какие-то, случаются в семьях, вещи, которые непредсказуемые, поэтому пусть Господь поможет каждому из нас. А кто-то у нас, один пожилой брат тоже говорит, да кто-то вас женился, чтоб не это влечение, говорит. Тоже такие вот перлы, говорится, братья раздавали в том смысле. Но не во влечении столько тела, дело гораздо больше, глубже, воспоминая в понимании друг друга и движения в небо. Поэтому мы можем помочь друг другу прийти в небо. Я не буду упоминать все вещи, а то не буду. Всем спасибо, что вы здесь были. Так важно, чтобы мы любили друг друга и крепче, и сильнее, и всегда. И Лилия, пару слов еще. Нет? Потом? Ну, по сути дела, это все, что я, наверное, хотел сказать. Там сзади еще приготовленное, куда повлечет нас, там чайок есть, пожалуйста, пообщайтесь друг с другом. мужья тоже, ну, не высинканул, носик, целуйте, возвращайтесь домой. Пусть, Бог поможет каждому из вас. Пожалуйста, Лилия, скажи, что. Очень приятно было смотреть, как вы реагировали. Вы для нас были благословлены. Вы что еще там особенного? Да? Все еще. Уже столько лет. Чем? 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 Тебе только ктоיש не не лишних. Спасибо. Said, avas 37, éo, ова, и а кх, Продолжение следует...